Посольство Сербии в Москве неизвестное сегодня забросали бутылками с черной краской в знак протеста за то, что Белград все-таки решил выдать гаагскому трибуналу бывшего генерала Радко Младича. На это решение у сербских властей было 10 дней, но приняли его практически за сутки. Адвокаты родственники Младича настаивают на том, что он слишком плохо себя чувствует и в таком состоянии его нельзя экстрадировать. Этого же, кстати, требуют и тысячи сербов. Ася Емельянова побывала в деревне, где прятался генерал, и которую, как только что сообщили, жители решили переименовать в Младичево. Я вчера по телевизору услышал, мол, у нас в Лазарево Младича арестовали. Вот я удивился. За сутки в Лазарево устали от камер, а вот удивляться не устают. 3000 человек в деревне будто сговорились, не видели, узнали из новостей, какая же это глупость прятаться на виду у всех. Ведь полиция родственника Младича каждый месяц проверяла. Улица Вука Караджича, дом 2. Скромный кирпичный домик. Ставни, ржавый забор и две буквы. МД. Младич Душан. Это дядя Радко Младича. После его смерти дом перешел сыну Бранко. Считается, что именно у него в последние годы и прятался генерал. Каждое движение за забором Бранко Младича в прямом эфире. Вот привез сено на тракторе. Держит скотину, как и все, выращивает овощи. Дом обычный, в зарослях черешни. Младичи поселились здесь после войны, в 47-м, в эпоху колонизации. Так здесь ее называют. Когда освобожденную советской армией совершенно пустую деревню Тито заселил боснийскими сербами. Объявленный в международный розыск Радко у родственников не появлялся. Многие считали, его и в живых уж нет. Год назад семья даже просила суд признать его мертвым. Это как же надо было прятаться, какими скрытными и незаметными быть. Я вот траву кашу у его дома, со своим соседом общаюсь, ни разу не видел, чтобы кроме Бранко там был кто-то еще. Даже если и был. Кто узнал бы в этом старом изможденном человеке, в синей ветровке и бейсболке, генерала сербской армии? Седой, небритый, больной. Заходя в здание суда в сопровождении агентов спецслужб, он заметно хромает. Сегодня, после утреннего заседания, адвокаты семья просили экстрадицию отложить. В таком состоянии она невозможна. В том состоянии, в котором он находится сейчас, его нельзя экстрадировать. Он с трудом разговаривает. Его правая часть тела ничего не чувствует. Отнялась рука. Но суд врачей не слушает. Торопится. Младичу зачитаны обвинения. Геноцид, преступления против человечности, этнические чистки. Мы будем подавать апелляции по причине плохого здоровья подзащитного. Нужно, чтобы его обследовала группа независимых медицинских экспертов. Сейчас Младич не способен себя защищать и адекватно реагировать на то, что происходит в зале суда. Суда в Гааге ждет Запад и родственники 8 тысяч баснийских мусульман. Международный трибунал считает, именно Радко Младич в июле 95-го отдал приказ об их уничтожении в деревне Сребреница. О том, что до прихода сербской армии под той же Сребреницей убивали сербов, сжигая все подряд. Как-то забылось. Потому в Белграде не все поняли, зачем ради места в Евросоюзе власть издали своего генерала. В городах начались акции протеста. Утром на табличке при въезде в Лазарево его бывшие соседи написали Радко-герой. Ася Емельянова, Евгений Лагранж, Вести, Белград, Сербия.